Дисклеймер. Все сказанное на YouTube-канале Гиперборей является личным мнением автора и ведущего Вадима Борейко, а также личным мнением приглашенных спикеров. Общий привет! До старт! С вами я, Ваним Борейко и канал Гиперборей. Сегодня вы увидите вторую часть дискуссии на круглом столе по возврату активов. Сейчас начнем, а пока подпишитесь на канал Гиперборей, нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о каждом нашем новом выпуске. Ставьте лайки, пишите комменты, делайте репосты. Я всегда благодарю вас за поддержку канала Копкок Рахмет. Огромное всем спасибо! Мы делаем Гиперборей вместе! Донат послать быстрее всего через QR-код в углу вашего монитора, а также на номер телефона и номера банковских карт Халык и Каспий Голд. Зарубежные подписчики нас поддерживают по системам международных переводов PayPal и Western Union. Все ссылки, реквизиты и номера вы увидите внизу в описании к этому ролику. Начинаем! Сейчас, я думаю, можно переходить к дискуссии. Вот, Евгений Александрович, готов. Спасибо большое. Понимаете, дело в чем? Мы все сейчас трогаем слона, смотря на него с разных сторон. То есть, это один и тот же слон, возврат активов. Вообще вся эта ситуация, связанная с незаконным обогащением, но у него все разные аспекты. И политические права, на которых я сконцентрировался, и экономические, бесспорно влияние на экономику, и социальные, потому что есть восприятие общества. Как возвращаются активы, куда возвращаются, от кого возвращаются, при общем представлении, что вообще все было украдено, по большому счету. Так сказать, такое доминирующее. Поэтому, и более того, еще это и затрагивает проблему вообще права собственности как такового, и посягательное право собственности в связи с этой операцией. И вот посмотрите, на два момента хочу обратить внимание. Первый. Напомню вам знаменитые, ну такие хрестоматийные высказывания господ Рокфеллера и Форда. Каждый из них сказал, что я перед вами отчитаюсь, да, за каждый миллион, но не спрашивайте про первый. Или за каждый доллар, сказал Форд, но не спрашивайте про первый миллион. И тогда встает конкретный вопрос, что первый миллион априори является незаконным, будем его отбирать, или будем отбирать все остальное, или будем как-то решать этот вопрос в правом поле, или в политическом. Здесь вопрос всегда встает, что здесь это в части одной монеты, политическое и правовое. Айман сказала абсолютно верно про бюджет, про финансовые махинации, про рейдерство как источники этого незаконного обещания. Наверное, помню, что рейдерство стало следующим после разгосления и приватизации. Сначала было вот это. И вот это сильно отличает нас от многих других государств. Потому что переход рыночный, я и по этому пишу много лет, и написал в 1994 году статью в газете «С» была такая, Сергея Скороходова, называлась статья «Троянский конь казахстанской приватизации». Я в тот момент еще пользовался своим предыдущим экономическим образованием, все-таки был кандидат в области горной экономики, и я писал, что приватизация 90-х годов, она закладывает минные поля, потому что она происходила незаконно, и она являлся ключевыми бенефициарами процесса перехода от государственной советской экономики без частной собственности к экономике с частной собственной рыночной экономикой с частной собственностью, она заложила основы этих всех состояний. Она заложила вот этих вот, как бы так сказать, семейства, группы. И оттуда пошло то, что потом можно было и вывести из страны в значительной мере. Потом еще накручивались другие источники, но в целом это было исходно. И вот здесь встает вопрос ключевой, что эта проблема, согласен, она в правовом смысле не решаема, она решаема прежде всего в политическом смысле. Каким образом перевернуть страницу и с понедельника начать жить по-честному при условии нормального возврата и нормальных правовых процедур для того, чтобы с понедельника частная собственность была действительно частной собственностью, а не результатом, а не, так сказать, источником постоянного рейдерства или постоянно используя государственных инструментов для того, чтобы кто-то, кто усилился, разобрался с теми, кто ослаб. И вот здесь ключевой момент, один из самых серьезных проблем в том, что мы, конечно, можем в чисто политическом смысле тут как-то у себя договариваться, да, или искать какие-то решения, в том числе силовые, о которых говорил Санжар. Но проблема в том, что для там, где находятся эти капиталы, это все не работает. Там работают правовые основания. А как эти правовые основания здесь получить? Уже даже когда нашли мы эти капиталы, уже нашли кто их владелец. Дальше как? Туда подходить, чтобы в тех юрисдикциях иметь достаточное правовое основание. Рамка куловного преследования здесь и так далее. И так далее. Как туда выйти? И последний момент, на который хотим обращаться, это вопрос социальных ожиданий. А вы что дальше с этим собираетесь делать? И как вы собираетесь с этим делать? При вот этом уровне доверия государству, государственному параду и к тем людям, которые, очевидно, я на Западе их объясняю, так сказать, буду следовать статье 274, так сказать, не нарушая ее. Я объясняю очень просто, что у вас, конечно, легко коррупцией бороться методом разреза ниточки, которые связывают бизнесмена с чиновником. А у нас это сделать невозможно, потому что самого чиновника надо резать. Либо повдоль, либо поперек. Он и есть. У него нет ниточки. Вот эта проблема с возвратом активов, она, как видите, затрагивает вот эти разные сферы. Но при этом она является одним из важнейших раздражающих факторов, потому что люди, и это январдские, если вы показали предыдущие, люди, социальные проблемы, социальное расслоение, отсутствие справедливости. Справедливости во всех ее смыслах. Социальная справедливость, действие правовых институтов. Поэтому как вот это все вместе соединить, а источники до сих пор в 90-х? Потому что если мы то не тронем, трудно с этими источниками будет разбаться. Спасибо большое за то, что даете возможность мне пояснить свою точку зрения. Естественно, я не пытаюсь отделить правового аспекта от политического и экономического. Я просто говорю за то, что ставить в приоритете. Если мы поставим в приоритете правовый аспект, то и политический аспект, и экономический под него выставятся. Например, кто мешает политической воле применять существующее гражданское и уголовное законодательство о возврате активов? Тот политический аспект, на котором мы сделали приоритет, он привел к отдельному закону о возврате активов, который дает гемб, прокуратуре оперативные широкие полномочия, где-то обходить существующее уголовное и гражданское законодательство. Вот о чем речь, допустим, да? О чем я говорю. В этом отношении, я согласен, конечно, что очень трудно будет по букве закона все вернуть, но другого пути нет. Другого пути нет. И в этом отношении, ну, я скажу так, гражданское общество также может быть несправедливо и тоталитарно, поверьте мне. Да, и порою это первичный фактор, потом только государство становится, выражая коллективную волю, тоталитарным и несправедливым, да? В этом смысле я не говорил, что не надо возвращать активы, я просто говорил, что надо их правовым путем возвращать, а не политическим, да? Я понимаю, что Старый Казахстан там силен и прочее дело. Ну, представьте себе, что Старый Казахстан был бы слаб. И в любом случае, я считаю, что это не правовой аспект делить с точки зрения закона, и Старый, и Новый Казахстан, они все имеют одинаковые права, да? И поэтому в отношении, дарь, если он был бы слаб, то революционный метод это точно нельзя, только по закону. А если по закону не получается, как вот говорил Евгений Александрович, да, что надо по первому миллиону разбираться, тогда и не надо. Тогда и не надо, если никак не получается по закону, тогда и никак по-другому не надо. В этом отношении я считаю, что если мы хотим дойти до конечных бенефициаров, то нам придется возвращаться к нулевой точке. Нам придется к нулевой точке возвращаться, только они, кто подписывал все эти решения, могут сдать конечных бенефициаров. Без этого не получится, иначе это будет волюнтаризм, как сейчас существует, список составляется, людей туда включают, потом исключают. Это еще одна кормушка для коррупции. Вот. И в этом отношении, да, действительно, пусть срушится мир, но справедливость правосудия торжествует. И в этом отношении я не соглашусь, что юридические аспекты это краткосрочные и несистемные аспекты возврата активов. Это самое, что ни на есть системообразующие, это долгосрочные аспекты. А вот политические и экономические, как раз таки это будут краткосрочные и несистемные. Потому что я считаю, что правовые аспекты это наиболее важные системные, системообразующие аспекты. Большое спасибо. Нужно создавать, вот я написала, обстановку нетерпимости в стране по поводу рассмотрения самой идеи распила госбюджета для обогащения как нормой. Потому что это продолжается. У власти молодые люди, 35-40 лет. Булашак, все они закончили, они прекрасно все понимают. Но для них создать какой-то очередной фонд, который потом понятно, они даже может и не помнят вообще откуда взялась идея вот этого захода, так сказать, слева сбоку в госбюджет через какие-то вот такие подставные или иные нацфонды или какие-то еще организации. Вот, эта идея продолжается. Поэтому мы, конечно, можем поддавливать. Депутаты могут нам через год сообщать, что произошло. За полгода 140 миллиардов, Рассул подсказывает, это Буранбаевский, Буранбаевский, ровно 140 миллиардов, которые за полгода до триллиона таки дали. Ну то есть получается, что мы стоим на месте. И мы сейчас будем все биться за 220 триллионов, которые, как выясняется, законно выведены. И просто потратим время. Поэтому нужно дополнительно еще какую-то повестку. А эта повестка без вот этого поддавливания со стороны общественности, кого угодно, это без нее мы, мне кажется, не достигнем успеха. На днях Серик Медитбеков подал заявление в Генеральную прокуратуру и в другие органы для того, чтобы вот эти выборы, в которых участвовал Назарбаев в пятом или шестнадцатом, тринадцатом году, когда был, одиннадцатом году, чтобы их аннулировать, поскольку неправильно запомнил вот эту декларацию и скрыл наличие своей там второй жены. Повод, смешно, но повод, потому что он нарушил закон. Слушайте, неужели мы, как общество, да, вот мы абсолютно и свидетели, и специалисты не можем инициировать, может быть, на почве Ельге Кайтару вот такой же иск, благодаря нашим депутатам, объединенный иск против самого Назарбаева, где Казахгейт, первый Казахгейт, который случился там же, фактически вся юридическая норма готова. Есть факты взяток, есть факты того-сего, фактически это была измена Родины. Ну, то есть и так далее, то есть сильные юристы, нормальные, так скажем, историки сесть и вот такой инициировать иск. И вот таким образом, понимаете, надо сдвинуть главный камень, под который ничего сейчас не течет, если инициировать иск против самого Назарбаева. Вот именно по, значит, экономическим преступлениям. Мы уже не говорим там про расстрелы, про политические. Это, наверное, нужны какие-то другие, так скажем, обстоятельства и нужны другое время. Ну, по экономическим преступлениям. И вот тогда, наверное, вот самое главное, что сейчас стоит на пути развития этого процесса по возврату, тогда вот это рухнет, вся их крепость, за которой они сегодня все прячутся. Вот такое предложение. Мы много в корпоративном секторе работаем, сами постоянно с финансовыми институтами и так далее, да. И мы прекрасно понимаем схему, допустим, по самым крупным источникам, да, богатства. Это вот фактически все стратегические отрасли страны, да. То есть процедура правильная, она начиналась в 90-х с приватизации, потом выводился капитал различными способами, потом под видом прямых иностранных инвестиций он заводился обратно. И поэтому Голландия у нас является номер один по вводу, так сказать, да, прямых инвестиций. После этого весь, без исключения, законодательный фон республики по привлечению прямых иностранных инвестиций, вы заметите, никто не хочет стимулировать отечественные инвестиции. Все хотят стимулировать прямые иностранные инвестиции. Почему? Потому что вся система государственного планирования, экономического развития и промышленного, да, вот этого, программы и так далее, она вся целиком повернута на банно-прачечный механизм, на отмывку капитала. Она совсем не говорит о том, что мы хотим диверсифицировать экономику. И все преференции только для прямых иностранных инвестиций. Потом идет повторный вывод капитала, потому что вы преференцию уже выкачали сколько нужно. Опять через госбюджет, нацфонд, ЕНПФ, опять вот полтора триллиона звучит, да, вот. Вроде бы все, круг замкнулся, повторно как бы капитал вышел. После этого что происходит? Мы говорим о том, что давайте возвращать теперь эти незаконные активы, да. Да, принимается опять, я совершенно солидарна с Канат Ильичом, когда он говорит о том, что вместо того, чтобы работать в действующем, нормальном, международном, да, Commonwealth праве, да, мы почему-то начинаем придумывать какой-то свой уникальный закон, в котором мы позволяем самим себе нарушать опять международное законодательство по частоте происхождения капитала, обходить правила листинга на различных биржевых площадках, хотя у нас с 42 биржами заключены корреспондентские отношения между косеей и так далее, да. И делаем что? Мы возвращаем, например, принудительно активы, да, ну вот, замечательно, там полтора миллиарда от одного, там, да, вот кому-то эти ордена раздавали, кахармане, да. Хорошо, это национализировалось. Как только оно национализировалось, оно тут же выходит во вторую волну приватизации, и змея опять начинает глотать свой хвост. И в этой связи я хотела бы задать очень провокационный вопрос Булату. Расскажите, пожалуйста, Кормет, схема, Миттал, Лаврентьев. Вопрос касательно Миттала и Андрея Лаврентьева. Я, извиняюсь, имею право говорить за приватизацию, за то, что происходило, потому что, ну, как-то получилось, что эти годы и 90-е, и нулевые, и дальше был в активной такой фазе своей жизни. Я напрямую вел переговоры с президентом, с премьер-министром, с другими о приватизации крупнейших объектов. И мы заходили в одни кабинеты, Машкевич, Александр Антонович, но больше Шадеев вел переговоры, Шадеев. И Владимир Ким его не вот так за руку водил. И мне говорит, Булатик, ну, уже так у меня с ним хорошие отношения были с ним, когда я понял, что она скидает уже, я отказал. Я отказался дать взятку, я отказался дать долю. И с семьей никогда не был, не связан, не работал. А кому? Я вам отдельно как-нибудь в интервью, но я книгу хочу, книгу. Ну, кому руководство страны? Первому, второму, первые, вторые лица. Первое, второе лицо. Еще раз. Да. В том числе, ну, сценарий, Назарбаев. Какого прошли? Я все опишу это в книге, сценарии, фильме. В второе лицо. Да. И вот далее, следуя, да, я понимал, что нас выкинуть нам не дадут, но если кто-то помнит, постарше, мы проводили пресс-конференции, выступали, расследования. И пришел господин Миттл еще раз, да, и который, я знаю, что его нашла группа Евразийская. Машкевич, вели переговоры, и осень его пригласили. Сто миллионов долларов было им заплачено как комиссионное, это они признали в интервью BBC. То есть это все задокументировано. И мы видим, что когда есть у Шекспира, у Леди Магбет, замечательные слова, все неправильно начатое заканчивается злом. Гениальные слова. Вот все неправильно начатое приватизация в Казахстане, кривая, левая, коррумпированная, заканчивается тем, что мы сегодня выгоняем этих псевдоинвесторов. Все годы Миттл разворовывал комбинат, я просто прекрасно знаю, мы две недели с Мухтаром Жакишем управляли. Коррумпированный страшно был комбинат, потому что продавали металл ниже себестоимости, его просто разворовывали. И когда мы заходили на момент захода, от 300 до 500 миллионов долларов были убытки. И мы это все показывали, руководство страны, Назарбаеву, премьер-министру, все это мы говорили. Понятное дело, мы уже не работали бы по их схемам, по их запросам, мы бы не шли на эти левые дела. А к нам в это время заходили в кабинет с чемоданами, с рюкзаками, с портфелями, с огромными там сундуками, потому что схема была одна. И они думали, что мы пришли молодые, такие бодрые, но мы тоже будем брать взятки. Нет. Вот была система такая, она продолжилась при Миттале. И то, что Миттл разворовал комбинат и привел его к плачевному такому состоянию, это реальная картина сегодняшнего Казахстана. Посмотреть на Кормет-комбинат, посмотреть на страну, это одно и то же. Миттл, Назарбаев, вот его правление. Все. Для меня все реально плохо работает и, как говорится, негодно. Касательно Андрея Лаврентьева, он работал у меня на компании, на компании Бутя, БМВ, в автоцентре. Хороший парень, я его много лет знаю. Молодой, бодрый, энергичный. Я надеюсь, что он что-то сделает. Что-то сделает, потому что большая ответственность не только у него. Я думаю, ответственность президента прежде всего. Вот сейчас не Андрей Лаврентьев поручился за успешную работу в Кормет-комбинат. Это ответственность президента господина Такаева. Потому что тендер не был, механизм выбора инвестора был непрозрачный. Просто нам сказали, что ведутся переговоры, вот казахстанская группа. Окей. Завтра, если что-то будет, то уже тяжело на кого-то сваливать. Это уже ответственность господина Такаева. Моё мнение такое. Вот теперь второй вопрос. Деньги, да. Будем думать, что деньги это, естественно, наверное, отчасти из старого Казахстана. Потому что, зная его Андрея Бизнес, я не думаю, что у него накопленные за эти 20 лет бизнесе, там, полтора миллиарда. Сегодня, завтра еще 500, через год еще миллиард. По-моему, в общей сложности до 3 миллиардов долларов должен он инвестировать. Сегодня с операционной деятельности таких денег просто не вытащишь. То есть опять Назарбаеву уйдет? Другой по семье же? Я не знаю, кто именно конкретно, но, скорее всего, возможно, кто-то из тех людей, который участвовал в деятельности старого Казахстана, выводе активов, он сегодня имеет, возможно, влияние на работу карметкомбината. Но мне трудно назвать фамилию, Вадим Николаевич, я не знаю. Фамилия старого Казахстана. Да, фамилия Назарбаев, старого Казахстана. А можно ли узнать, Булат, какая была доля в кормете самого Назарбаева во времена Митлова? От 20 до 40%. От 20 до 40%. А сейчас они сохраняются? Та же самая доля у него в евразийской группе, та же самая доля у него в Казахмысе. Потому что переговоры шли одновременно, у всех просили долю. Мне еще говорили, ну ты, ну дай долю, дай деньги. Я говорю, нет, меня так воспитали и мои моральные принципы. То есть тогда уже они просили у вас от 20 до 40% доли вот сюда в кормете и сам Назарбаев, да? Ну, один из близких его людей просили. Понятное дело, что этот человек очень близок, и он не мог себе эти деньги в карман положить. Вот, мы все прекрасно знаем, что у него, как говорится, и была болезнь. Вот, то, что Евгений Александрович сказал, что у него на счету с процентами было 110 миллионов долларов. На его личном счету, на личном счету, на сутана Назарбаева. Да, поэтому я думаю, что, Вадим Николаевич, деньги старого Казахстана, новый Казахстан, я думаю, еще, может, таких денег не накопил. Поэтому они каким-то образом так инвестируют, легитимизируют возможность показать, что мы сами что-то можем. Ну, не государство. Нет, государство не имеет права ни инвестировать, ни давать, ни нацфонд, ни какие-либо структуры государственные саму казана. Вот, мы знаем, что это, как нам сказали казахстанские инвесторы. Андрей Лаврин. Сама сделка, смотрите, в долларах США 2 миллиарда долларов, 2 покупателя, без информации, кто именно покупатель, под 15% годовых. 300 миллионов долларов ежегодно, чистое купонное вознаграждение. И мне даже страшно подумать, что, возможно, частично субсидируемое с дому. Ну, я скажу, что, скорее всего, там люди сегодня более грамотные, профессиональные привлечены. Так что, я думаю, там они все сделали, постарались сделать максимально чисто. То есть, это покупка с привлечением большой иностранной компании, консалтинг был. То есть, чтобы уже следующий этап, допустим, будет запрос, да, было сложно подкопаться. Касательно Миттлла, понятное дело, что это абсолютно левая сделка, вывод активов, это коррупция. Бюджет потерял миллиарды денег за эти годы. Вернуть массу активов легко. Айман говорила про вывод из Нацбанка. Я следил за этим все годы. С года 10-го, 12-го, да, Искандер, наверное, перестали печатать. Интересный факт. В году 10-м, 12-м, Нацбанк просто перестал публиковать ежегодный вывод из страны денег. Сколько ушло за коррупцию? А я не знаю, почему они прекратили печатать. Потому что поняли нам, что не надо, эта цифра интересная. И я помню, от 7, 10, 12 до 15 миллиардов долларов из страны ежегодно уходило. Под разным видом контракты, где-то что-то переводят. Что вернулось, никто не знает, потому что Нацбанк потом обратную цифру не дает. Понятное дело, что выводили люди, которые близки к семье. Майра Назарбаева приходила, жаловалась и рассказывала, как они самолетами, просто самолетами вывозили кэш из страны. Была одна сделка, когда они продавали 10 гектаров завода АЗТМ за 180 миллионов долларов США. И они попросили кэш им привезти. Им привезли кэш им. И этот кэш они самолетом вывезли. Жаловался, потому что Булат Назарбаев начал с ней процесс развода, отбор имущества, денег, и она просила защиты политической. Реакция, понятное дело, ни прокуратуры никакой не было. Они покупали на эти деньги квартиры в Москва-Сити. Они покупали за 30 миллионов евро какую-то виллу возле Канн и Сан-Тропе. Они купили квартиру в Плазе в Нью-Йорке на Централ-Парк. Так что вот они, пожалуйста. Расул, что говорят, выводили, вывозили, это можно все проверять. Спасибо, что сегодня было такое хорошее и интересное обсуждение. Разные точки зрения мы услышали. Мы планируем провести, наверное, где-то, может быть, в конце лета, ближе к осени, международную конференцию. Мы общаемся, контактируем с депутатами того же английского парламента. В принципе, есть запрос на то, чтобы они приехали и тоже с нами вместе пообщались. Наверное, тогда, может быть, Ерекей шире круг участников будет, с государственных органов, с депутатов. То есть процесс будет идти, будет продолжаться. Уважаемые зрители и слушатели, я надеюсь, что вы продолжите эту дискуссию по возврату активов в комментариях. А пока подпишитесь на канал Гиперборей, кто еще не успел этого сделать. Нажимайте на колокольчик, будете всегда получать уведомления о каждом нашем новом выпуске. Ставьте лайки, пишите комменты, делайте репосты. Я всегда благодарю вас за поддержку канала. Коп-коп, Рахмет. Огромное всем спасибо. Бизбергемиз, мы делаем Гиперборей вместе. Легче всего послать донат через QR-код в углу вашего монитора, а также на номер телефона и номера банковской карт Халык и Каспий Голд. Не забудьте делать приписку «Донат» или «Благотворительность». Зарубежные подписчики нас поддерживают по системам международных переводов PayPal и Western Union. Все ссылки, номера и реквизиты вы найдете внизу в описании к этому ролику. Ну а я с вами на этом ненадолго прощаюсь. Саубон издар. А ну давай, давай, скорей, оцени новый выпуск на Гиперборей. Грей, 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 гиперборей. Грей, грей, грей. Это супер! Это супер!